Сумо Первые упоминания о Сумо можно найти в японских хрониках, написанных в 720 году н.э. В стародавние времена Сумо было обрядом в национальной религии японца в синтеизме. Этот обряд должен был обеспечить людям хороший урожай. С 1185 по 1334 годы в Японии шла гражданская война, во время которой Сумо стало чем-то вроде начальной военной подготовки. Стиль жизни борца Сумо в современной Японии по-прежнему отражает религиозное, военное и культурное прошлое этой борьбы. В 1992 году Давар Бадбаяр, которому тогда было 18 лет, покинул свою родную Монголию и отправился на поиски новой жизни. Он переехал в Японию. Его новая жизнь была связана с борьбой Сумо, которая должна была превратить этого застенчивого молодого человека в сильного влиятельного борца. Он получил новое имя – Кьёку Шузян, и очень скоро начал поражать поклонников своим стилем борьбы – удивительным, непривычным и эффективным. Успех этого борца зародил надежду в других молодых ребятах из Монголии, которые тоже желали заняться Сумо. В этой стране турниры по Сумо показывают в прямом эфире, и все монголы внимательно следят за выступлениями Кьёку Шузана. Ему дали прозвище «Супермаркет техники монгольской отделения». Кьёку Шузан, которого также зовут Шу, принес в Сумо новое измерение. При росте метр восемьдесят сантиметров и весе сто тридцать один килограмм Шу – сравнительно некрупный и очень проворный боец. Он компенсирует недостаток размера скоростью и хитростью. Его путь к вершине стал возможен благодаря таланту, тяжелому труду и жертвенности. Монгольский орел Рикиши В Японии ежегодно проходят шесть крупных турниров по Сумо и другие соревнования сумоистов, но Ассоциация Сумо в своем стремлении сделать этот вид спорта международным раз в несколько лет отправляет своих лучших борцов за границу. В 1998 году в канадском Ванковере состоялся турнир по Сумо. Шу, выступающий в зеленом поясе, разительно отличается от других Рикиши своей техникой и личными качествами. В итоге Шу становится фаворитом у канадцев. В Сумо схватка считается проигранной, когда любая часть тела борца прикасается к земле за пределами круга. Спасибо за теплый прием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В 1992 году с развалом Советского Союза была подорвана финансировка. В то же самое время у монголов появились новые возможности, в том числе свободный выезд за границу. Именно в это время в Монголию приехал тренер по Сумо, чтобы отобрать перспективных 17 и 18-летних ребят для учебы в Японии. Когда новость о приезде тренера разлетелась по стране, в столицу Монголии Улан-Батор приехало около 300 ребят. В результате соревнований тренер должен был отобрать 6 лучших молодых борцов. Мой друг съездил в Монголию, после чего рассказал мне об их национальной борьбе. Он сказал, что она очень похожа на Сумо. Он привез мне отснятое видео. Ребята были похожи на японцев. И тогда я подумал, если бы они преуспели в Сумо, они бы прославились на весь мир. Когда господин Ашима приехал в Монголию, мама услышала объявление по радио о том, что он ищет 17 и 18-летних ребят, интересующихся Сумо. Но в результате шесть человек поехали учиться в Японию. Каждый борец начинает и заканчивает свою карьеру в одной и той же комнате, которую японцы называют Хея. Во главе комнаты стоит ее владелец, выдающийся сумоист. Владельцы комнат контролируют все, что касается Сумо, они руководят каждой минутой жизни Рикиши. Эта иерархическая система напоминает отношения самураев и их хозяев в феодальную эпоху Японии. Несмотря на то, что господин Ашима невысок ростом, в свое время он был выдающим соборцом. Сегодня он уважаемый человек в ассоциации с Умо. Рикиши частенько называют гейшами мужского пола, потому что они изучают различные искусства, включая пение и каллиграфию. Их роль в жизни комнаты довольно важна. Они не только участвуют в тренировках и турнирах, но и привлекают спонсоров. Комнаты с сильными и харизматичными Рикиши, как правило, более богаты и успешны. В общеобразовательной школе нам рассказывали о Японии всякие небылицы. Нам говорили, что воздух в Японии такой грязный, что люди вынуждены носить маски. А еще рассказывали, что на улицах полно ниндзи. Приехав сюда, я поразился тому, насколько школьный материал не соответствовал истине. Монголия. Япония. Токио. Монголия. Увиденный мною впервые в жизни океан оставил неизгладимые впечатления. Я был буквально сраженным. По прибытии в Токио в аэропорту нас встретила госпожа Ашима. Без того, что она говорила, я не понял ни единого слова. Она взяла с собой выдающегося рикиши. Весь его вид внушал страх. Он был очень высокий и крепкий. Мы все были под впечатлением. Цукибито. Придя в комнату, начинающий сумоист, которому порой не более 15 лет, становится Цукибито, более старшего рикиши. Цукибито отвечают за уборку и приготовление пищи. Они встают первыми, а едят и моются последними. Цукибито должен являться по первому требованию наставника. Учитель и опекун выплачивает Цукибито небольшое пособие, а также обучает его сумо и помогает подняться по иерархической лестнице. Шу сказал, что еще до приезда в Японию обрел уверенность в своих силах, потому что смотрел видеозаписи поединков с участием таких сумоистов, как Кьюкодзан. Это сравнительно невысокие борцы и побеждали более тяжеловесных оппонентов. Когда Шу приехал в Японию, Кьюкодзан был звездой из комнаты Ашима. Он выбрал Шу своим Цукибито. Талант и упорство Шу в сочетании с мастерством учителя сделали свое дело. Через каких-нибудь четыре года Шу был зачислен в первые дивизионы. Поединок также считается проигранным, если борец коснется земли в круге любой частью тела, кроме стоп. Когда четыре года обучения Шу закончились, Кьюкодзан оставил сумо и занялся политикой. Владелец комнаты все равно, что отец. Его жена – мать. Опытные борцы – старшие братья. Мы учим молодых. Когда Шу попал к нам, для него все было в новинку. Он был всего лишь молодой спортсмен из Монголии, изучающий искусство сумо. Шу с самого начала был со мной. Он оставался со мной до того момента, когда я ушел. Я знаю о нем все. Цукибито изначально знают очень мало. Мы говорим, что они не могут определить, где лево и где право. Они должны наблюдать и учиться у старших рикиши. Мы немного переживали в связи с приездом монгольских ребят. Увидев их, я несколько успокоилась, ведь они выглядели как японцы. Зато говорить по-японски они совсем не могли. Поэтому изучение языка стало приоритетом. Канишики был первым рикиши не из моей комнаты, с которым я заговорил. Он спросил, ты из Монголии? Как тебя зовут? Юкошузан, ответил я. Ты говоришь по-японски? Я ответил, нет. Он сказал, тогда дам тебе совет. Лучше всего изучать японский язык через пение. И добавил, изучение языка должно быть приятным. Секи Тори. Главная цель сумоиста — стать Секи Тори. На выполнение этой сложной задачи уходит много времени. Лишь 70 из 800 рикиши удостаиваются этого высокого звания. За исключением выдающихся младых звезд сумо из университетов, все рикиши начинают свою карьеру в 6-м дивизионе, которую еще называют «вратами к началу». Чтобы подняться выше по иерархической лестнице, рикиши должен постоянно побеждать на 15-дневных турнирах, которые проводятся раз в два месяца. На тренировках Секи Тори носит белый пояс. Говорят, что разница между началом третьего дивизиона и концом второго дивизиона так же велика, как разница между раем и адом. Первый дивизион разделяется на пять частей. Возглавляют его гранд-чемпионы или якадзуны. Если спортсмен попал во второй дивизион, его считают профессионалом, и жизнь такого спортсмена сильно меняется. Ну а те, кому удалось войти в первый дивизион, имеют в своей комнате статус богов. Статус Секи Тори — это триумф, сопровождаемый многочисленными благами. Секи Тори становится символом гордости своей комнаты, и снаружи выставляют флаг с его именем и с пометками обо всех крупных турнирах, по сумо с его участием. Более того, прическа Секи Тори отличается от прически Рикиши, имеющих более низкий ранг. Секи Тори имеют особый церемониальный фартук. Они становятся знаменитостями, и их узнают на улицах Японии. Секи Тори появляются на телевидении и получают приглашение на светские мероприятия. Спонсоры покупают для Секи Тори драгостоящие кимоно. Таким спортсменам позволяют жениться. После женитьбы они могут покинуть комнату и поселиться в отдельной квартире. Каждый Секи Тори получает зарплату, и очень неплохую. Теперь не он служит, а ему служат другие люди. Ему позволено делать отпечатки ладони и дарить их любимым спонсорам, или использовать для сбора денежных средств. Он может бросать на рынка очищающую соль. Помимо других привилегий, Секи Тори получает в комнате отдельное помещение и может спать дольше остальных. Есть и другая сторона медали. Несколько неудачных турниров могут лишить спортсмена статуса Секи Тори. В этом случае он вернется к прежней жизни в услужении другим борцам. Жизнь в комнате – жизнь коммунальная. Каждый борец является частью целой группы. Жизнь сумоиста трудна даже для японцев. Что же до людей из других культур? Для них такая жизнь невероятно тяжела. Для этих спортсменов здесь все чужое. Еда, культура и традиции. Но несмотря на все трудности, Шу справился. Дома я вставал в домашней обстановке и отправлялся в школу. Здесь я спал рядом с этими огромными парнями и, просыпаясь, видел их. Прошли годы, а я все никак не мог привыкнуть к этому. Я ничего не мог поделать. Было время, когда я даже боялся их. И каждый день казался мне нестерпимо длинным. В ринге каждый сам по себе. Если у тебя травма, ты должен сам справиться с этим. Это настоящий курс выживания для самых подготовленных и хорошо сложенных людей. Боевые искусства разительно отличаются от других видов спорта из-за своей насильственной природы. Помимо разных мелочей у меня было довольно много серьезных операций. Мне ломали нос, выбивали зубы. И даже с травмой ты все равно должен бесстрашно идти вперед и бороться до конца турнира. КОМЕЯ РОПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Чтобы быть в форме, сумаист должен набрать вес. Вес — это оружие. Средний вес спортсменов в высших дивизионах составляет более 150 килограммов. Типичная еда сумаиста — тушёное блюдо, в котором есть мясо, рыба, бульон и овощи. У большинства сумаистов количество жира не превышает 20% от общей массы тела, но среди них есть спортсмены с ожирением. Делая новый набор, владелец комнаты зачастую отклоняет кандидатуры слишком полных новичков, поскольку обычно они менее атлетичны. Накануне Второй мировой войны рекиши были худее, чем сегодня, и здоровье у них было лучше, чем у среднестатистических жителей страны. В то же время сумаистам часто становились мальчики из бедных провинциальных семей. Так они обеспечивали себе пропитание и не становились бременем для родных. Сумо нужно есть больше, чем тебе хочется. Тело даже начинает отвергать лишнюю пищу. Если сравнить бокс и сумо, то сумо сложнее, потому что есть слишком много труднее, чем есть мало, сбрасывая вес. Монголы не едят много рыбы и овощей. В этом плане их диета не сбалансирована. Они привыкли есть столько мяса. Это у них в культуре. Таковы традиции их страны. Поэтому я вознаграждал ребят, если они ели рыбу. Скажем, за съеденную рыбу я давал им мясо. Парни из Монголии были довольно бедны, поэтому я поощрял их и деньгами. Если они питались правильно, я вознаграждал их за это материально. А еще я старался сбалансировать нашу суровую среду юмором. Только посмотрите, в каких замечательных атлетов они превратились. Поначалу мне было сложно скрывать эмоции. Дело в том, что в Японии принято прятать гнев с улыбкой. Я никак не мог этому научиться. Кроме того, кочевые народы воспринимают время совершенно не так, как, скажем, японцы. Мы никогда не договариваемся о встрече в определенное время. Мы назначаем встречу просто на утро, день или вечер. Допустим, мы с другом решили встретиться днем. Это может быть любое время с 11 до 14 часов. А в Японии все иначе. Если вы договариваетесь о встрече в полвторого, то вы должны быть на месте строго вовремя. Или даже немного раньше. А чем вы сейчас занимаетесь? Да ничем особенным. Парень, который прислуживает мне, встал слишком поздно. Буду его наказывать. Пусть теперь тренируется изо всех сил. Первый раз я нарушил наш комендантский час, когда праздновал день рождения. Я и другие 18-летние ребята отправились пить пиво, и вернулись мы к осле девяти вечера. Поскольку мы все опоздали, нас как следует побили. Это было мое первое наказание. И оно, надо сказать, пошло мне на пользу. Я не говорил по-японски. Я никак не мог понять, почему все эти люди так сердиты на меня. До того, как я стал с Акиторией, я частенько подумывал о том, что допустил в своей жизни ошибку, что мои надежды обмануты. Просто реальность оказалась не такой, как я себе представлял. Это называется не наказание, а любовь. Все это помогает создавать из ученика настоящего борца. Как вы себя чувствуете? Я устал, но хочу быть сильным. Чтобы поскорее стать с Акиторией. От каждой сотни новобранцев после первого уже года остаются считанные ученики. Людям, которые уходят из СУМО, обучение может показаться сущим измывательством. В чем-то они правы. Дело в том, что СУМО заставляет нас выходить за пределы собственных возможностей, оставив позади чувства и логические доводы. Однажды мы встретились в шестером, и пятеро из нас решили, что СУМО не для нас. Мы решили оставить занятие и уехать. Я исполнила все свои обещания. Я водила их в кино, показала им океан, а они, в свою очередь, обещали мне остаться с нами три года. Но однажды они все-таки решили покинуть комнату, поскольку ребята боялись в открытую сказать обо всем моему мужу, они встретились со мной и сообщили мне о своем желании уйти. Я была совершенно расстроена. Госпожа Шими плакала. Мне было очень тяжело видеть ее слезы. У монголов считается чем-то постыдным расстраивать женщину до слез. Если бы они просто взяли и уехали домой, то в Монголии пошли бы негативные разговоры о Японии. И тогда я решил вернуться в комнату и начать все сначала. Я думаю, что я хочу еще разобраться. Я хочу еще разобраться. Я хочу еще разобраться. Шук шу-зан-ни! Нажимай! Нажимай! Освобие на земле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты далеко от дома, сильный и добрый Рикиши. Ты наш старший брат из зеленых монгольских степей. Пусть ветер донесет до тебя слова нашей молитвы. Желаем тебе здоровья и успеха. Это молитва наших сердец. Эта песня для тебя. В результате осталось трое монголов. Кьюко Шузан, Кьюко Тенхо и Кьюко Тензан. Кьюко Тенхо попал в 1-й дивизион через год после Шу. Кьюко Тензан весит всего 102 килограмма. Возможно, именно поэтому он все еще в 3-м дивизионе и вынужден прислуживать своим монгольским товарищам. Большой вклад в развитие сумо сделал лиговайцы. Самый успешный из них — Акибона. Он начал учиться в возрасте 18 лет. Привыкание к жизни сумоиста было настоящим испытанием, особенно когда 15- и 16-летние ребята повыше рангом говорили ему почистить туалет или сделать что-нибудь еще по дому. Чтобы выстоять в этих обстоятельствах, Акибона сказал, что позабудет первые 18 лет жизни и родиться заново. В 1993 году, менее чем через 5 лет, а это рекордный срок, Акибона стал первым иностранцем, получившим титул Якодзуны или Гранд Чемпиона. Многие поклонники традиций, которые видят в Якодзуне потомка богов, отнеслись к продвижению иностранца как к осквернению святости сумо. Они заявили, что иностранцам не хватает достоинства и стати для ношения такого высокого звания. Помимо сложных обязанностей за пределами ринга, Якодзуна должен непременно доминировать на каждом турнире, в котором он участвует. Якодзуну нельзя сместить. Он должен сам уйти из сумо, когда его сила начнет угасать. Уходит из сумо навсегда. В самом конце проводят церемонию пострижения волос. Мы стали свидетелями исторического события, ухода из сумо борца по имени Ваконахана. Это выходец из знаменитой семьи сумоистов. После того, как сотни гостей, заплативших за присутствие на церемонии деньги, возьмут себе по несколько волосков, ближайшие друзья и родственники Ваконаханы завершат дело. К церемонии присоединился и брат уходящего борца, Атаконахана, тоже Якодзуна. Жизнь и поединки Атаконаханы освещают СМИ ничуть не меньше, чем жизнь королевской семьи. И, наконец, в самом конце выходит отец. Я видел сумо только по телевизору. Когда зритель смотрит поединок, он только видит, как два больших парня врезаются друг в друга. Тот, кому удается толкнуть противника дальше, становится победителем. Я тогда думал, что сумо что-то очень простое. И только по приезду сюда с получением первого моего пояса я понял, что сильно ошибался. Я осознал, что спортсмен должен быть очень гибким и быстрым, очень сбалансированным. Он должен быть достаточно выдержанным и хладнокровным, чтобы проходить через тяжелые ежедневные тренировки. Многие гавайские атлеты, которые поехали за границу, не могут приспособиться к новому образу жизни. Особенно тяжело бывает в начале, когда только приезжаешь сюда, а здесь достается и телу, и разуму. Моя мотивация основывалась на том, что я не желал срамить мать и отца, а также моего владельца комнаты. Я всегда напоминал себе об этом. Я рад, что остался. Я выдержал испытания и побои, я преодолел боль, поэтому сегодня я могу сидеть здесь и разговаривать с вами о своей спортивной карьере. Я считаю, что японцы должны гордиться этой старой традицией, которая так хорошо сохранилась и дожила до 21 века. Я горжусь тем, что я рикиши. Я рад, что у меня был шанс сделать то, что я сделал. До недавнего времени под иностранцами-сумаистами всегда понимали ребят с Гавайев. Если вы посмотрите на нас, вы увидите, что мы в два раза больше к Йокушузана. Но он смог внести в Сумо что-то новое. До него иностранцы были просто большими, сильными и мощными. А теперь ребята из Монголии демонстрируют всем отличную технику. Полагаю, что поклонники Сумо очень рады смотреть их поединки. Поединок, как и многие другие аспекты Сумо, связан с большим количеством ритуалов. Рикиши встречаются в центре круга три или четыре раза еще до того, как начинают схватку. Таким образом, психологическая борьба предшествует физической. Посмотрев друг на друга, они возвращаются в свои углы, берут соль и разбрасывают ее по рингу, очищая его от злых духов. Наконец, рефери приказывает спортсменам начать поединок. Они синхронизируют дыхание и устанавливают зрительный контакт, чтобы дать понять друг другу, что готовы к поединку. Как только кулаки опущены на землю, начинается атака. КОНЕЦ Шу попал в первый дивизион в 1996 году, и ему до сих пор удавалось оставаться там. Но несколько раз он был очень близок к смещению во второй дивизион. Это расстраивает поклонников спортсмена и его близких друзей, таких как Кьюко Дзан, который в 1997 году стал свидетелем продвижения Шу в элиту первого дивизиона. Шу — человек настоящего, он живет ради сиюминутных достижений. Я учил его тренироваться, ставя перед собой долгосрочные цели. Слушая меня, он во многом преуспел, однако ему все равно не хватает стратегического видения. Если бы на прошлом турнире я не стал победителем, то меня сместили бы во второй дивизион. Поскольку я был в самом низу первого дивизиона, я просто обязан был победить. В любом случае, я рад, что справился. Первый дивизион — это рай, но если я вдруг спущусь во второй дивизион, все для меня станет намного сложнее. Ну а третий дивизион — это ад, тогда придется прощаться с Сумо. Раньше я жил один, теперь у меня есть жена и дочь, я знаю, что они смотрят мои поединки, и это сильно мотивирует меня на победу. Скажите, вы любите Сумо? Конечно. И смотрите по телевизору? Ну да, смотрю. И кто вам нравится из сумоистов? Сейчас скажу. Пожалуй, Токонахана. Токонахана? А Кьюку Шузан вам не нравится? Кьюку Шузан? Я его плохо знаю. Это что, тот монгольский парень? Вот видите, вы знаете достаточно. Нет, в принципе, я его знаю, но... В последнее время он что-то неважно выступает. Да, действительно неважно. Но мне бы хотелось, чтобы он, а еще американец, Синтарю были более успешны. Вы Синтарю знаете? Еще бы. Наверное, тяжело так часто бороться. Да, тяжело. Сейчас скажу, сколько поединков у нас бывает в год. Каждый год примерно 90 поединков. А если серьезная травма, то совсем нелегко. Верно. Тогда конец карьере. Но что делать? Это сумо. Я много времени уделяю поклонникам и спонсорам. Мы вместе едим и пьем. Я стараюсь вернуться домой вовремя. Если честно, я до сих пор не устал от постоянных тренировок. Это часть повседневной жизни любого сумоиста. Вот так мы и живем. Парень, с которым мы вместе обедаем, принадлежит комнате Ашимы. Его зовут Кимура Тамаджиро. Он тоже бывает на ринге, но не в качестве борца. Как же это называется? Рефери. Вот именно, рефери. А теперь давайте все поприветствуем его. У него смешное лицо, но очень доброе сердце. Перед проведением турнира проносят знамена. Устраивают целый парад на ринге. Интересно, сколько денег дают за знамя? 600 долларов за каждое знамя. 300 долларов идет в ассоциацию с ума, остальные 300 долларов отдают Рикиши. 300 долларов отдают нам, эти деньги мы откладываем на пенсию. Сумоэ-это национальный спорт Японии, ассоциация получает поддержку от правительства. Однако большая часть средств, которые тратится на жизнь Рикиши, приходит от частных спонсоров. Вот почему все комнаты стремятся наладить прочные связи с различными сообществами Японии. Исторически сложилось так, что в комнате Ашимы воспитывались очень сильные знаменитые Рикиши. Большую поддержку комнате оказывает остров Токашима, расположенный недалеко от Нагасаки, в южной Японии. Каждый год перед ноябрьским турниром борцы из комнаты Ашимы посещают остров и обучают местных детишек основам Сумо. Во время этих визитов владелец комнаты внимательно следит за подрастающим поколением, стараясь найти среди ребят новые таланты. Я уже так давно стал Рикиши, что теперь иногда забываю о том, что я приехал из Монголии. Уезжая за границу, я заглядываю в свой паспорт и вспоминаю, что я монгол. Да, он работает в Японии в качестве Рикиши, однако сердце его в Монголии. В конце концов, он даже взял в жены девушку из Монголии. Когда Шу вошел в первый дивизион, ему позволили ездить домой раз в год. Возвращение на родину, к Юкушу Зану и других Рикиши расценивается в Монголии как грандиозное событие. Прессы и простые жители внимательно следят за всеми их передвижениями. Из-за успеха Шуа ассоциация Сумо увеличила квоту для монголов, желающих изучать Сумо. В Монголии я чувствую себя умиротворенно, в монгольских степях я отдыхаю душой. Ощущая этот ветер, я знаю, что я снова среди родных просторов. Это потрясающее ощущение. Ночью здесь очень красивые звезды, а пустыня Гоби просто неподражаема. Первый раз я сел на лошадь в возрасте трех лет. Я люблю лошадей. Возвращаясь на родину, мне хочется во что бы то ни стало поскакать по степи. Но мне очень жаль лошадей, ведь я такой тяжелый, я, наверное, вешу столько же, сколько весит лошадь. Когда я возвращаюсь, многое порой кажется мне странным. Вот, например, я всегда считал Улан-Батор большим и шумным городом. Но сейчас, возвращаясь в этот город из Японии, я вижу, как он мал. Есть с чем сравнивать. Я всегда считал Монголию великой страной, и, конечно, никогда не забуду, что Чингисхан был монголом. Но теперь, когда я побывал в Японии, где занимался сумой, увидел много разных вещей, мне хочется, чтобы моя страна стала более развитой, такой, как США и Япония. Пусть Монголия станет такой же великой, как эти страны. Я بالage upлога. Пусть Монголия Пусть Монголия СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осака, Нагое и Фукуоко — города, которые принимают у себя три из шести крупнейших турниров по сумо, проводимых за пределами Токио. Турнир в Фукуоке проходит каждый год в ноябре. Поскольку Шу показал хороший результат на предыдущем турнире, и его рейтинг повысился, он будет бороться со многими рякиши, которые входят в высшую половину первого дивизиона. Завтра я проснусь и буду тренироваться. Затем приму ванну, поем и пойду спать. Потом мне сделают прическу, и я отправлюсь на стадион. Там я встречусь с другими борцами, одержу победу и вернусь домой. КОНЕЦ Шу легко узнать по синему поясу и белому носку. Он побеждает в первом поединке, но затем проигрывает в трех следующих. Обстоятельства против него, поскольку сегодня ему предстоит встреча с японским Якадзуной и фаворитом этого турнира Токоноханой. КОНЕЦ КОНЕЦ Жена, ребенок и отец Шу приехали на турнир из Токио. КОНЕЦ 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 ВОТ Наступил 12-й день, когда Шо одержал четвертую и последнюю победу. На его счету 11 поражений в этом турнире, и рейтинг борца падает. Наступил 14-й день, Аки Бона, на счету которого 13 побед и 1 поражение, должен одержать победу в двух последних поединках, чтобы гарантировать себе Кубок Императора. Сегодня ему предстоит схватка с самым сильным оппонентом, Якадзуной и фаворитом Токонаханой. Наступил последний день турнира, Аки Бона уже близок к получению Кубка Императора. Он хочет избежать тайбрейка. Для этого ему нужно победить Якадзуну с Гавайев по имени Мусошимару. Оба борца обладают внушительным весом и размером. Их совместный вес составляет почти полтонны. Они готовятся к серьезной схватке. Аки Бона выигрывает Кубок Императора, но это был его последний бой, поскольку после турнира Фукоке он решил уйти из сумо. Я считаю, что Шоу способен достичь элиты первого дивизиона. Его вес увеличился с 77 до 130 килограммов. Он очень талантлив и одарен. Он обладает прекрасной техникой и скоростью. У него есть все данные, которые необходимы для продвижения вверх. Я мечтаю о том времени, когда он снова будет в элите. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее. Хотелось бы, чтобы это было не так. Продюсер, режиссер и главный оператор Эндрю Уайт. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа».